Кумар Аксакалов посетил Мазар времен Золотой Орды в Олихановском районе. Что таит в себе памятник архитектуры и как его планируют сохранить? Повлияет ли рухнувшая дымовая труба ТЭЦ-2 на грядущий отопительный сезон? И надо ли петропавловцам запасаться обогревателями? Рассказали на брифинге региональной службы коммуникаций. День рождения сразу двух великих казахстанских деятелей отмечают сегодня в стране. Как почтили память Абая Кунанбаева и Байкена Ашимова в Петропавловске? Смотрите далее. Представьте величественный мавзолей высотой под 20 метров, который кочевники видят издалека. Такой в 14 веке построили на территории Олихановского района. Частично сохранился он и по сей день. Возвели Мазар из кирпича. Толщина стен доходила до 3 метров, чтобы сооружение было устойчивым. Такие памятники, они проектировались, делались чертежи. То есть это работа профессиональных архитекторов. Сам факт наличия этого сооружения говорит о том, что здесь у нас на севере Казахстана в 14 столетии были и профессиональные архитекторы, строители, которые в совершенстве владели строительным искусством. Мавзолей окружала огромная площадка ритуальная. А в центральной части находка для любого археолога – останки древних людей. Здесь 4 склепа, не потревоженных грабителями. Найдено 5 скелетов – мужчины, женщины и трех детей. Скорее всего, это представители правящего дома чингизитов из династии Жошихана. Из прошлого до нас дошли золотые нашивки, посеребряное зеркало, остатки украшений на одежде и искусно сделанная золотая серьга. Ее явно носила знатная особа. А вот и помощники археологов – серебряные монеты. Они подсказывают эпоху Мавзолея – 30-40-е годы XIV века. А еще монеты говорят – здесь развивалась торговля, экономика, был денежный оборот. Были найдены вот такие интересные находки. Это чигирные сосуды. Чигирные сосуды крепились на водоподъемные механизмы, на специальные колеса. И с их помощью доставалась вода из реки. И осуществлялся и полив, и доставка воды к технологическим сооружениям, в том числе и для строительства Мавзолея. Вот этот кирпич, возраст его составляет более 600 лет. Если присмотритесь, здесь он имеет вот такой фигурный вырез. Это как раз украшение портала. Вот с помощью таких фигурных кирпичей выкладывались различные архитектурные элементы, ну, например, пилястры. К величественному Мавзолею приходили молиться. Мазар помогает историкам понять, как на севере страны развивались экономика, архитектура, религия и торговля. Такой сакральный объект нужно беречь. Потому построили это укрытие, которое защитит артефакты от снежных холодных зим. Предстоит очень большая работа по вскрытию всех этих исторических вещей. Конечно же, это все говорит о том, что здесь в средних веках были поселения кочевников. Для сохранения этого памятника мы сейчас проводим работы по музификации этих объектов. Мы, соответственно, также будем финансировать в тех объемах, которые необходимы. Планируют сделать сюда дорогу. Археологи уверены, уникальный исторический памятник привлечет ученых со всего мира и, конечно, туристов. И посмотреть здесь есть на что. Перед вами Золотардынская печь. Древние мастера выкапывали котлован, затем сооружали печь. И потом вот оттуда подавался воздух. Им надо было достичь необходимой температуры для того, чтобы происходил процесс сплавления кремния и получался кирпич. И эти печи, они имеют еще конструкцию специальную для того, чтобы нагнетать туда жар. Вот. Одна такая печь могла производить где-то порядка несколько десятков тысяч штук кирпича. Вот бы эти печи сейчас при нынешних ценах на стройматериал. Около мавзолея нашли порядка десяти таких печей. Понятно, что не для одного мазара столько струли. Радиус запланированных исследований достигает 35 километров. Но площадь этого городища может быть и больше, считает археолог Татьяна Крупа. Здесь, скорее всего, мы имеем какой-то очень крупный религиозный, культурный, безусловно, центр, потому что монеты Чекана Золотой Орды просто так не попадают. Я предлагаю области, готова помочь с группой рабочие в этом отношении. Это номинация этого комплекса в списке ЮНОСК. Такого звания не удостаивался еще ни один объект на севере страны. А исследовали только малую часть того, что скрыто. Но уже сейчас по этим руинам и артефактам пишут историю эпохи Золотой Орды. Это одна из самых неизученных эпох. Агирим Хамзина, МТРК. Осваивать сборку компьютерной техники на заводе имени Кирова начали в 2019 году. Тогда же на предприятии собрали первые тестовые версии ноутбуков. В этом 2020-го завод принял заказ почти на 2000 компьютеров для северказахстанских школ. В 2021-м акционерное общество продолжило снабжать свои техники учреждения образования. Кроме того, завод выполнил заказ для местных акиматов и Министерства внутренних дел. В общем, в 2021-м году здесь собрали более 5000 единиц компьютерной техники на 1 миллиард тенге. Технологический процесс сборки персональных компьютеров, планшетов, ноутбуков уже достаточно освоен. Поэтому, согласно технологическому процессу, осуществляем сборку по мере поступления крупных заказов. Для розничной торговли на складе готовой продукции имеется какой-то определенный объем техники. На заводе Миникирова никогда не скрывали, что их компьютерная техника не подойдет геймерам или специалистам сферы IT. Все дела в технических характеристиках, которые во всяком случае пока больше подойдут простым пользователям. Коротко о характеристиках планшета. Оперативная память 2 гигабайта. Емкая батарея, которая позволяет нам в подложительное время пользоваться им. В зависимости от решаемых задач. С помощью такого устройства можно посмотреть фильм, послушать музыку, выйти в интернет. Со временем начинку компьютерной техники хотят сделать еще более продвинутой. У нас есть эксклюзивное партнерство с компанией Microsoft по программному обеспечению. И ведутся работы по привлечению партнера в виде Dell. Это уже не программное обеспечение, а больше именно корпусная часть. По июнь месяц за полгода 2022 года через маркетплейсы компьютерная продукция была реализована где-то в количестве около 500 штук. Мы на всех социальных площадках присутствуем. И реклама идет агрессивно. Каждый день выкладываются истории, рилсы, публикации. Работают на предприятии над привлечением молодых специалистов. Для этого завод имени Кирова заключил договор с тремя местными колледжами Козыбафи-Университи и столичным вузом. В прошлом году практику прошли 29 студентов, из которых было трудоустроено 5 человек. В этом году мы взяли на практику 45 студентов. Если человек отучился на отлично, получил красный диплом, у нас есть надбавка к заработной плате в размере 5%. Обязательно мы, то есть при условии трудоустройства, если у человека есть проблемы с жилплощадью, завод предоставляет общежитие. По словам Даурена Кадырова, зарплаты на заводе тоже хорошие. Условия труда здесь полностью устроили 21-летнюю Камилу Валееву. На завод она устроилась в начале этого лета. Я училась в Китае по специальности бизнес-менеджмент. Потом из-за закрытия китайско-казахстанских границ мне пришлось вернуться сюда. И здесь я искала работу. Благодаря знаниям китайского и английского языков я могу вести переговоры с китайскими и другими англоязычными партнерами из разных стран. Что мне больше всего нравится на этом заводе, это то, что здесь очень дружный коллектив. За то небольшое время, что Камила Валеева работает менеджером по продажам, она провела переговоры с китайскими и чешскими партнерами предприятия. Параллельно девушка активно ищет компании, которых бы заинтересовало сотрудничество с акционерным обществом. Дарья Пушминцев, Александр Янсен, МТРК. Сотрудники кавалерийского отделения ежедневно патрулируют территории садоводческих обществ и охраняют спокойствие дачников. Службы создали 17 лет назад, чтобы охватить труднодоступные для пижих и автопатрулей участки. Сегодня личный состав отделения – 17 человек и 13 обученных лошадей. Все нормально, работаем на даче. Какой информации нет? Нет, у нас все спокойно в основном. Дачников, которые часто приезжают за город, полицейские знают в лицо. Постоянно на связи с председателями и охраной обществ. Чаще всего приходится сталкиваться с нетрезвыми дебоширами. Отрабатывают и сигналы о подозрительных личностях. Сначала, получается, дачного сезона был пожар на дачном обществе «Заричный». На том дачном оперативе мы предводили два преступления. Это была кража металла. Попадаются и воришки урожая, садовых инструментов. Порой грабители проникают в домики и крадут технику и электронику. Потому выезды конные патрули осуществляют ежедневно. Для дачников постоянное присутствие полиции – залог спокойствия, говорят горожане. Конная полиция патрулирует. Ну, это хорошо, спокойно сразу как-то. И заборы сейчас понастроили, не видно. Им сверху все видать хорошо. На каждый участок могут заглянуть. Ну, и вообще просто спокойнее, когда под охраной находишься. Впереди сезон сбора урожая, горячая пора для конных патрулей. Полицейские советуют горожанам не оставлять на дачах ценные вещи, использовать надежные замки. По возможности чаще заглядывать на свои участки. О нарушениях незамедлительно сообщать на канал 102. Агирим Хамзина при содействии пресс-службы Пластного департамента полиции. Недавно назначенный Аким города Руслан Анбаев в первую неделю работы вышел к представителям СМИ. Подготовка к предстоящему отопительному сезону. Вопрос, волнующий, если не всех, то большинство жителей Петропавловска. В городе Акимате активно отреагировали на запрос для участия в брифинге. Говорили о ситуации на ТЭС-2. Киндиректор АО «Севказэнерго» говорит, что мониторит соцсети. В своем выступлении собрал ответы на самые популярные вопросы. Отвечаю на главный вопрос. Будет ли в домах тепло? Будет. В связи с увеличенным объемом ремонта, повышение тарифа для потребителей «Севказаного сбыт» не планируется. Касательно ЧАЭС добавлю, что еще одно, для чего нам нужен, закон об архитектурной и градостроительной деятельности обязывает перед началом строительства или реконструктивных работ проходить полный цикл утверждения проектно-смертной документации с прохождением всех экспертиз, включая экологическую. Этот процесс занимает порядка года. Режим ЧАЭС велись, чтобы этот срок сократить. Но все необходимые экспертизы проведут, говорит городоначальник. В отношении данного предприятия распространяется законодательство о проведении государственных закупок. Что позволяет режим ЧАЭС? В первую очередь сократить сроки по заключению договоров с подрядными организациями по поставке оборудования необходимого, которое необходимо им будет приобрести и привезти. Все они это будут приобретать в первую очередь, прежде всего, за собственные средства. Бюджетного финансирования в данном случае выделяться не будет. Сейчас на ТЭЦ-2 продолжают вручную разбирать рухнувшую дымовую трубу. Этим будут заниматься до 20 сентября. Неизвестно, закончит ли разбор завалов к этому времени. Но труба влияния на отопительный сезон и работу котлов не окажет, говорит гендиректор Севкозэнерго. Другие две трубы будут готовы к отопительному сезону. Гирим Хамзина, МТРК. К строительству общежития для студентов Козыбаев-юниверсити приступили в июне этого года. Сейчас рабочие заливают фундамент и готовятся возводить стены. 11-этажный объект будет состоять из двух блоков. Каждый рассчитан на 600 мест. Большую часть строительных материалов производит подрядная компания ТЭО «Основание». Это первый объект такого формата в нашем городе. Материалы мы используем, это часть производим сами. То есть, у основания производят железобетон. Это железобетонные сваи. Основную часть везем с Астаны. За качество производителя Астана. Кирпич планируем везти. Тоже алматинский с Астаны. На стройплощадке задействовано около 10 единиц техники и 20 специалистов. Один из них – Максим Файфер. Молодой человек в прошлом году окончил Петропавловский строительный экономический колледж. За время практики трудился на нескольких строительных площадках данного товарищества. По его словам, заработная плата в среднем – 150-200 тысяч тенге в месяц. Просто с детства было интересно заниматься этим всем. Что-то конструировать, собирать, строить. И просто тянет к этому. Душа лежит. Ну и в принципе у меня получается хорошо. Даже хвалят. Работу мы выполняем здесь различные. Это и забивка свай, и обрубка свай головок. Объект стоимостью 5 миллиардов тенге компания-подрядчик планирует сдать до конца 2023 года. На сегодня в областном центре строят еще одно общежитие для студентов в колледже «Сфера услуг» на 244 места. Анна Куликова, МТРК. Повески, объявления, реклама. В Петропавловске практически на каждой улице можно встретить большое количество различной визуальной информации. Много ее на городских рынках. Владельцы точек с помощью ярких вывесок и рекламы стараются привлечь как можно больше клиентов. Проблема в том, что часто предприниматели делают это, нарушая закон о языках Республики Казахстан. Напомню, он был утвержден в 1997 году. Внутренняя и внешняя визуальная информация должна быть оформлена на двух языках. Текст на государственном языке должен располагаться слева или сверху, а текст на русском языке – справа или снизу. Фаридату Якова периодически беседует с предпринимателями. Разъясняет им существующие правила и то, почему их важно соблюдать. Сюда специалист областного управления культурой развития языков и архивного дела приходило несколько месяцев назад. Дело в том, что в этой точке общепита есть только преискурант на русском языке. Тогда пообещали справиться, обнадеживают и сейчас. По соседству такая же точка с аналогичной проблемой. Тут предприниматель тоже заверил, что в ближайшее время сделают все по букве закона. «Были внесены изменения и дополнения в статью 75 Кодекса об административных правонарушениях. Предусмотрены штрафы для предпринимателей, допустивших нарушения. Детально механизмы не прописаны. Кроме того, наложение штрафа не входит в компетенцию нашего управления». С мая специалисты профильного управления посетили более 350 объектов города. 70% из них не дублировали наружную информацию на казахском и русском языках. Больше половины заменили вывески и рекламу. В управлении рекомендуют сделать это и тем бизнесменам, которые разместили информацию на своем объекте на государственном языке, но с грамматическими ошибками. Тарья Пашмынцева, Александр Янсен, МТРК. И вежливые водители. Забронировать поездку вы можете через наш сайт. С вами свяжутся оператор и водитель. Вам ни о чем не нужно будет переживать. Только в ТОПе действует система скидок, и каждое девятое путешествие бесплатно. Субтитры создавал DimaTorzok 10 августа, именно в этот день на главной площади города звучит давно знакомая всем песня Кузымнун Карасы, великого просветителя казахского народа Абая Кунанбаева. А у памятника русского и казахского мыслителей лежат цветы. Так петропавловцы отдают дань памяти великому Абаю в честь его 177-летия. Основное его творчество было после 40 лет. Он ушел очень рано, 58 лет, но при этом он оставил большой след для казахского народа и для всего мира. Мы сегодня собрались для того, чтобы почтить его. Действительно, стихи Абая, они сейчас актуальны, и много из его стихов и из его произведений сейчас также используются именно для обучения молодого поколения. Возлагали цветы к памятнику классика общественники, жители города. Присоединился к торжественной церемонии и Аким Петропавловска Руслан Анбаев. Каждый из пришедших посчитал своим долгом почтить память и отдать дань уважения Абаю в день его рождения. В этот же день, ровно 105 лет назад, родился Аксакал казахстанской политики, уроженец североказахстанской области Байкен Ашимов. К его обелиску, возведенному в 2017 году, петропавловцы также пришли возложить цветы и отдать дань памяти. Все мы должны учиться на прошлом, не следует забывать предков. С этой целью мы собрались у памятника. Очень ценим труд нашего земляка. Я встречался с ним в Алматы. Думаю, что наш земляк – пример для молодежи. Горожане говорят, что чтить имена великих необходимо. Особенно это важно для молодого поколения. Если не помнить историю, то как-то ценности утрачиваются. Я думаю, что это нужно из поколения в поколение передавать. И это здорово, когда молодые будут знать историю своего края родного. Конечно, важно. Надо, чтобы наша молодежь об этом знала. И как бы отмечала, что ли, эти праздники. И около 170 стихов он писал, 49 переводов. Его труды очень значимы, потому что он как бы наш просветитель казахского народа. И я считаю, что его деятельность должны все знать, казахстане. Анастасия Кузнецова, Казбек Ирыбаев, МТРК. Говорить о достижениях, трудах казахского просветителя продолжают и в областной библиотеке имени Сабита Муканова. Кимингер Лектон Бекшен Абай, так назвали, литературно-музыкальный вечер. Собрались здесь ученые, поэты и писатели, преподаватели, молодежь. Президент страны Касымжумар Тукаев в своей статье «Абай Рухани, реформатор» рассказал о творчестве Абая и назвал шесть главных ценностей, в том числе образование и воспитание. Муржак Абдулатов говорил, чем дальше мы от смерти Абая, тем ближе приближаемся к его духу. И вот спустя больше века после смерти поэта мы его не забыли. Дзя Саяган – студент третьего курса Козыбаев Университи, будущий учитель казахского языка и литературы. В его копилке творчества немало стихотворений, посвященных Абаю. Стихи Абая воспитывают подрастающее поколение, учат его патриотизму. Сам я один из молодых поэтов. Написал несколько стихотворений, посвященных Абая. Люблю его стихи. Каждый раз, когда я мечтаю, ко мне приходят новые мысли и особые эмоции. Продолжился вечер выступлением студентов и школьников. Они прошли известные стихотворения классика и исполнили музыкальные произведения. Все присутствующие также могли ознакомиться с книжной выставкой, подготовленной библиотекой ко дню рождения Великого Просветителя. Анастасия Кузнецова, Казбек Арыкбаев, МТРК. Программу, посвященную 177-летию Великого мыслителя Абая Кунамбаева, подготовили и в областной детской юношеской библиотеке имени Габита Мусурепова. Помнить и чтить назидание поэта – главная цель встречи. Пришли посетители нашей библиотеки. Как и юные чтецы, так и постарше. Среди них есть областные и республиканские призеры. Они будут читать произведения Абая, его слова назидания. Каждый, кто побывал на встрече, не ушел равнодушным. Были услышаны лучшие произведения Абая, начиная от стихов и заканчивая звуками дамбры. Абая весь мир только-только узнает, начиная с момента, как мы стали независимыми. Раньше это было сложным, как мне кажется. Сам Сталин ведь говорил, если казахи будут помнить, кто они, то покорят весь мир. Доказательства тому Абай, Машкур, Жусиб и Бирай. Это ведь прекрасно. Абай сам ведь говорил, человек, запомнивший слова мудрых, сам становится благоразумным. Пусть и людей в библиотеке собралось немного, но значимость мероприятия для собравшихся была огромна. Субтитры создавал DimaTorzok